В канун 75-летия Великой Победы правительством Республики Абхазия 15 ветеранам Великой Отечественной войны была выделена единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. На встречу к фронтовикам по месту жительства отправились ведущие специалисты из Министерства соцобеспечения Республики Абхазия вместе с представителями Калской администрации. В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Валерия Рамшуковича Бганба было принято решение об оказании материальной помощи в виде единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Годы беспощадны к ветеранам. В Галском районе их осталось двое. Это Тарас Алексеевич Аркава и Лаврентий Григорьевич Берадзе. Несмотря на свой почтенный возраст, оба они выглядят хорошо. Однако вспоминать о войне им по-прежнему тяжело. Визит гостей придал ветерану Тарасу Алексеевичу Джаркава сил. Несмотря на то, что он с трудом держался на ногах, было заметно, что он очень рад оказанному вниманию. Родственники ветерана выразили благодарность всем присутствующим за оказанную помощь и внимание. Спасибо за все, что навестили отцу. Пусть они еще долго живут. Пусть мир будет. Спасибо и начальству, и правительству, и вам. Они все меньше и меньше остаются. Дай Бог, что мы еще долго жили. Всем спасибо, что помните отцу. Всем было здорово, что наша маленькая Абхазия просветала. И дай Бог старику, еще вам дай Бог 100 лет, что все нормально было и жили вместе хорошо, дружно. В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, делегация в сопровождении нашей съемочной группы посетила и другого ветерана, проживающего в городе Гал, Лаврентия Григорьевича Берадзе. В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Валерия Мшуховича Абганба о показании материальной помощи в виде единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, гражданам, являющихся получательной пенсии по категории инвалид Великой Отечественной войны, а также участник Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет резервного фонда президента Республики Абхазия. Сын фронтовика Давид Берадзе с благодарностью принял помощь, отметив особую заботу со стороны государства. Спасибо вам большое всем, приехали из Сухума, поблагодарили моего отца, его заслуги. Во всем вам спасибо. Я горжусь своим отцом, он прожил вот это все. И я благодарен нашему государству за то, что они оценили это все. Заведующая отделом обеспечения Галлского района Марика Пипия от имени руководства Галлского района, поблагодарив Министерство здравоохранения и соцобеспечения, поздравила всех ветеранов с наступающим праздником Великой Победы. От имени главы администрации Галлского района и от себя хочу огромное спасибо сказать Министерству здравоохранения и социального обеспечения за помощь и поддержку. Дорогие ветераны, с наступающим праздником желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо вам за победу. Заместитель главы администрации Галлского района Генрих Тужба поздравил участника Великой Отечественной войны и поблагодарил руководство Республики Абхазия за оказанную помощь ветеранам. В первую очередь хотел бы поблагодарить бывшего уже исполняющего обязанности главы государства Великого Ромшуха за принятое решение оказать материальную помощь нашим ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. От своего имени хотел бы поздравить всех ветеранов в лице наших ветеранов города Галл. Хотел бы им пожелать огромного здоровья, крепкого благополучия, долгих лет жизни. Дай Бог пусть радует нас своим присутствием. Также хотел бы отметить, что ветеран Великой Отечественной войны Лаврентий Георгиевич по сей день работает у нас в администрации, является сотрудником администрации. Дай Бог, чтобы еще долго мы использовали его опыт. А также хотел бы всех ветеранов, как и Абхазии, и всех стран бывшего Советского Союза поздравить с наступающим праздником Великой Отечественной войны 75-летиям. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны все меньше и меньше. Очень важно чествовать героев и тружеников тыла, ведь благодаря им была одержана победа. Вечная память погибшим, доброго здравия живым. Спасибо вам, дорогие ветераны, стойкости и сил, крепкого здоровья и долголетия.